Сергей, во время вашего погружения в августе 2015 года Путин нашел на дне Черного моря бутылку тысячелетнего вина Конечно Что с бутылкой стало? По традиции разбили аборт корабля Не жалко А не жалко было Традиции? Да, и так бывает Здравствуйте, это программа района квартала И сегодня у нас в гостях тот самый человек, который управлял глубоководным аппаратом На котором президент Владимир Путин летом 2015 года погружался на дно Черного моря в поисках тысячелетних артефактов Сергей Флокин, исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества Здравствуйте, Сергей Здравствуйте Здравствуйте, Сергей Но говорить мы сегодня будем в основном не о прошлых делах, а о будущем В центре нашего внимания создание первого в России музея подводной археологии в Кронштадте Сергей, скажите, как будет выглядеть новый музей, где он будет располагаться? Во-первых, я бы хотел сразу справедливости рада сказать, что музеи подводной археологии уже существуют То есть мы не приземлены названием первого в России, просто первого в России музея подобной технологии и подобного масштаба Идея заключается в том, что любой объект, особенно если это деревянный объект, пролежавший в водной среде достаточно приложительное время Уже воспринимает воздушную среду как агрессивную Если мы берем какой-нибудь корабль или даже кусок деревяшки обычный, вытаскиваем на поверхность, на воздух, начинается процесс разрушения Поэтому мы очень часто видим, что объекты, которые лежали под водой сотни лет, при попадании на поверхность разрушаются буквально за считанные дни И это без преувеличений Поэтому возникла идея как раз вместо трудоемкого и дорогостоящего процесса сухой консервации объектов Оставить их в их родной среде В той среде, которая уже стала для них родной Интересно, а технически это как возможно? Ничего сложного Мы знаем опыт зарубежный музей ВАСА Там, в общем-то, ничего не хранится в воде Там все на обозрении, пожалуйста Там все на обозрении, но если вы смотрели часы работы музея ВАСА, да, ВАСА, наверное, смутило А почему он так мало работает? Честно говоря, смутило, да Потому что там желающих всегда много, всегда очередь, а работают там 3-4 часа в день А потому что все остальное время они занимаются тем, что они не дают Васе развалиться, банально И, к сожалению, занимаются они этим безуспешно, потому что медленно, наверное, музей ВАСА Точнее, объекты в музее ВАСА потихонечку уничтожаются То есть судьба предопределена А как это будет устроено у нас, Сергей? У нас идея в том, чтобы достать объекты из воды Точнее, достать объекты с морского дна, не вынимая их из воды Транспортировать, собственно, в здание музея, в Петровский док И хранить их там в водной среде, естественно, с добавлением консервантов и так далее То есть водная консервация — это отдельный вид консервации, который требует своего научного подхода Но, тем не менее, мы перекрываем в первую очередь доступ кислорода к объекту И тем самым мы предотвращаем разрушение Получается какой-то аквариум Ну, по сути, да Если для обывателей говорить, это очень похоже на океанариумы То есть вы идете по прозрачной галереи, только вокруг вас вместо акул и тюленей находятся затонувшие объекты Мы сейчас в подробностях надеемся от вас все это услышать Но сначала сделаем перерыв на новости Нам положено сейчас послушать первый на сегодня выпуск новостей городских районов Послушать и посмотреть Вернемся через 4 минуты В Петербурге и Ленобласти сосчитают кур, свиней и даже яблони Масштабная сельскохозяйственная перепись стартует уже в эту пятницу Ход подготовки накануне обсудили в Смольном Петростат уже закупил 49 тонн бланков для опроса землевладельцев До конца лета переписчикам предстоит объехать 10 тысяч объектов в Петербурге И еще 350 тысяч в Ленобласти Специалисты подсчитают сколько в городе пассивных площадей и земель сельхозназначения Особое внимание в этом году обещают уделить садоводством Перепись 2016 года в большей степени ориентирована на выборочное наблюдение Садоводческих участков, участков индивидуального жилищного строительства А сплошным образом будут только обследоваться те землепользователи Которые на постоянной основе производят сельхозпродукции или имеют скот Переписчики поинтересуются, сколько голов домашнего скота держат хозяева Что выращивают на своих шестисотках для себя или на продажу И используется ли при этом труд наемных работников Пускать или нет сотрудника на участок каждый землевладелец решает для себя сам Узнать переписчика легко можно будет по синей экипировке и специальному удостоверению Обработка собранной информации займет больше полугода Окончательные итоги Всероссийской сельхозпереписи Росстат подведет в конце 2017 В Петропавловской крепости можно увидеть древние китайские колокола из Пекинского музея В Нарышкином бастионе впервые в России открылась выставка палитра звона и полифонии кисти Чтобы получился такой перезвон, нужны особенные колокола без языка По ним ударяют специальным молоточком или торцом бревна Кроме самих колоколов на выставке представлены оттиски, которыми их украшали Наиболее часто на древних китайских колоколах встречаются традиционные орнаментальные мотивы Растительные узоры, облака, морские волны и мифологические существа Сама практика создания таких вот оттисков с исторических колоколов, со старинных колоколов Колоколов, которыми занимались известные мастера Она тоже очень древняя, она существует издавна И вот эти оттиски их тоже заботливо сохраняли Правила нанесения орнамента и сами надписи менялись в зависимости от исторической эпохи, к которой принадлежали мастера-литейщики У каждого изображения свое значение Про каждый оттиск подробно написано на информационных стендах выставки Посмотреть на уникальные экспонаты можно в течение месяца Дворцовую площадь превратили в шахматную доску, на которой разыграли хрущевскую оттепель и карибский кризис Необычную партию провели воспитанники патриотических клубов и артисты петербургских театров Историческая игра стала логическим продолжением прошлогодней, когда на поле битвы вышли Сталин и Гитлер Теперь на политическую сцену выходят ожившие статуи свободы и Родины Матери Звезды кинофильмов, персонажи, которые выступают инструментом пропаганды Важную роль в противостоянии Запада и Востока играют и советские разведчики Шпионом я хотел стать с детства, когда не получилось стать космонавтом Потому что я люблю наблюдать и смотреть за людьми Вас зовут Лена? Света? Видите, я умею угадывать Ключевые партии в холодной войне берет Ферзь, он же Сталин и Хрущев в одном лице А всех президентов Америки этого периода олицетворяет дядюшка Сэм Живые фигуры показали ключевые моменты холодной войны Берлинский и Карибский кризисы, запуск спутника и полет человека, испытания атомных и водородных бомб Так или иначе, все равно возникает интерес к истории И аудитория лишний раз обращает внимание на определенные исторические события, сваженные с нашей страной Противостояние Советского Союза и блока НАТО разыграли в 39 ходов Ровно по количеству тех событий, которые едва не перевели мир из стадии холодной войны в Третью мировую Еще один выпуск новостей городских районов ждет нас через несколько минут А мы продолжаем разговор с Сергеем Фокиным, исполнителем директором Центра подводных исследований Русского географического общества Итак, Сергей, мы с вами подошли к Петровскому доку И вот, исходя из того, что вы нам уже успели рассказать, как будет выглядеть музей экспозиции внутри Петровского дока Я так понял, что мы все будем стоять по кромке этого бассейна, заполненного водой А там будет стоять старинный корабль И мы будем сверху на него смотреть Во-первых, к сожалению, или к счастью, мы с вами находимся далеко не в тропических широтах Поэтому у нас есть такое противное явление, как зима и как лед Поэтому, как минимум, док для того, чтобы предотвращать его от разрушения, необходимо накрыть защитным корпусом Он же и будет являть собой здание музея Потому что для того, чтобы объекты надежно хранились внутри, нужно там поддерживать фиксированные и тщательно подобные Сергей, вот вы все говорите, объекты, объекты, объекты А что за объекты там будут храниться? Я так просто называю затонувшие суда, корабли То есть там будут храниться корабли целиком? Да, целиком, целиком корпуса В этом идея То есть вы заводите туда корпуса кораблей Док наполнен морской водой Той же самой, которую в Финском заливе И накрыт при этом неким защитным куполом И при этом, когда мы позиционируем суда, мы не только сможем на него смотреть сверху, как вы предположили Там будет система прозрачных тоннелей, галерей и так далее То есть люди смогут буквально там в метре от себя видеть объекты подводного наследия нашей страны Насколько технологически это должна быть сложная процедура, да? Потому что, ну, честно говоря, давайте, в каком состоянии сейчас находится ДОК? Сейчас ДОК уже достаточно продолжительное время не используется Поэтому я вам сейчас скажу самую страшную фразу Никто не знает, в каком состоянии сейчас находится ДОК Потому что внешне его можно оценить Да, там есть некая растительность, которую можно убрать Построен был очень-очень серьезно и очень качественно Поэтому там за его просто структурное состояние можно не переживать Однако все вот системы его как ДОКа, да? Это же не просто каменная чашка Это сложный механизм, да? И в каком состоянии как раз все эти системы нам сейчас сказать очень сложно Сергей, ну, конечно, я думаю, что этот вопрос, может быть, даже не по адресу я задаю По поводу сроков, я понимаю, что если в таком плачевном состоянии все там находится Здесь о сроках может и не стоит говорить, но примерно Опять же, здесь не плачевное состояние, здесь неизвестное состояние, это еще хуже Поэтому, действительно, мы о сроках пока говорим Ну, хотя бы, это годы, десятилетия или только нашим внукам? Нет, нет, мы надеемся, надеемся, да, что мы сможем там в ближайшие несколько лет его открыть Однако, опять же Открыть уже музей? Да, но все-таки основная проблема будет за финансирование, потому что понятно, что это дорого Или за технологиями, мне вот это важно понять Сегодня обладаете вы достаточными технологиями для того, чтобы создать все, что запланировали? Мы, в смысле, мы, Сергей Георгиевич, конечно, нет Мы, как наша страна, наша Родина, конечно же, да Единственное, что эти технологии используются в разрозненном состоянии То есть, задача, ну, одна из отличительных особенностей этого проекта, да То, что здесь происходит некая компиляция технологий То есть, по сути, прозрачные галереи вы все видели В океанариумах, несколько в Санкт-Петербурге, в Москве и так далее Задачи судоподъема, они, опять же, решаются, да Они решаются в меньших масштабах, они решаются не так аккуратно, поскольку, да А, как правило, это спасательные работы, то есть, там особо за сохранность объекта никто не переживает Наша задача сделать судоподъем очень бережно, аккуратно, чтобы не повредить сам объект, да То есть, задача консервации объектов Опять же, над этим работают целые институты, там, ряды специалистов Как раз ежегодно бьются над этим Все время появляются новые и новые методы консервации То есть, за этим тоже дело не стоит Задача все это соединить воедино, да Чтобы все эти шестеренки встали в один работающий механизм Проект этот явно имеет и научное значение И, естественно, развлекательное, не знаю, историческое, какое угодно Но, ко всему прочему, еще в некотором смысле и социальный, мне так кажется Самое время посмотреть блок социальной рекламы Потом вернемся в эту студию Сельхозперепись России начинает свой обход Чтобы завтра было ясным Чтобы уверенность была К людям дело самым разным Сельхозперепись пришла С 1 июля по 15 августа Примя участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи Село в порядке Страна в доставке Ну а мы продолжаем разговор о подводной археологии О том музее, который должен быть создан в Кронштадте Вот мы поговорили о том, как он будет создаваться Теперь бы хотелось узнать А что все-таки вы хотите в нем видеть Как это будет выглядеть Вот корабль, вот тот самый, который вы подняли Вы его как-то вот прямо с грунтом поставите Вот в том же самом виде, чтобы создать ту модель, которую вы увидели реальную Единственное, что, наверное, без грунта Да, потому что это никому не интересно И это абсолютно не нужно Поэтому корабль аккуратно будет оторван от грунта Да, и уже в музее будет приготовлено специальное Что-то по типу телеблоков, специальная такая кровать Куда аккуратно будет положен объект Я постоянно говорю слово объект Потому что я не хочу путаться с терминологией суда, корабли Потому что это сейчас не есть предмет обсуждения Поэтому объект будет положен уже в док, скажем так Немного очищенным от окружающей среды состоянии Однако, как вы правильно сказали Именно в том состоянии, в котором он находится на дне А вот интересно, в каком они сейчас состоянии лежат на дне? Они как целиком корабль или обломки корабля Которые вам еще предстоит потом собрать Смотрите, тут я не могу дать однозначно на две объекта Потому что на Балтике Балтика действительно мировой Я видел, к сожалению, не все Потому что Балтика это действительно сокровищница мировая Подводного наследия Потому что вода здесь имеет ряд особенностей Которые позволяют ей быть очень неплохим природным консервантом То есть здесь вода очень темная Вода очень холодная Практически никакой живности Достаточно небольшие подводные течения Практически нету кислорода в воде Все то, что делает воду для нас неприятной Темной, страшной Это неприятный для жизни и так далее Для объектов это просто идеальные условия Просто рай Да Поэтому сохранность их достаточно высокая Другой вопрос Это обстоятельства их гибели Что одно дело, если корабль получил небольшую пробоину и затонул Значит, он находится на дне с этой небольшой пробоиной Скорее всего, у него обломаны мачты У 99% подводных кораблей Если мы сейчас говорим про деревянные, про парусники У них обломаны мачты просто потому, что паруса имеют Простите за драфтологию, большую парусность Их просто водой сносят вместе с мачтами Нет, на самом деле интересно Вы уже представляете себе конкретные объекты, которые бы вы хотели туда поместить? Чтобы нам понять, какие объекты сейчас лежат на дне И какие вы видите в этом музее впоследствии? Есть несколько объектов, которые возможно туда поместить Уже найдены, уже первичные обследования проведены Однако наполнение коллекции музея Это отдельный процесс То есть не стоит считать, что в момент перерезания красной рядочки Открытия двери музея для публики Там стоит... Подождите, ну помечтать Там сразу несколько кораблей Да, да, потому что каждый заход корабля в музей Его расположение это отдельное событие Это отдельный процесс Вы можете привести в пример какие-нибудь находки ваши, которые вы бы уже точно знаете, хотели бы там видеть? В этом году мы нашли недалеко от Кронштадта В очень неплохом состоянии объект Который с большой долей вероятности является линейным кораблем петровских времен Под названием Порсмут Его создание позволяет его демонстрировать публике в музее А как он выглядит? Прям не дождаться открытия музея Он, безусловно, он, к сожалению, он не в идеальном состоянии То есть, да, это не полный судовой корпус, поскольку его давило льдами То есть, какие-то сломы, дефекты, конечно же, есть То есть, однако, его размер, да, и его история позволяет его все равно диспозировать То есть, это часть корабля А? Вот это часть корабля на сегодня? Да, да, да И вы так прямо эту часть и планируете поставить? Да, да, и вокруг еще обломки разложить точно так же, как они лежали на дне Вот, и, соответственно, в этом смысле, но за исключением грунта Любой зритель, любой посетитель увидит то, что сейчас можете наблюдать вот только вы И очень ограниченный круг Да, он увидит, по сути, этот объект глазами археолога-исследователя подводного В этом смысле интересно еще вот какой момент Ведь если вы размещаете, вот сегодня, например, да, вот в той экспозиции, о которой вы упомянули, которая есть Ну, лежат, наверное, отдельные, там, не знаю, что части, там, да, бревна отдельные Да, отдельные какие-то предметы с затонувших кораблей Здесь, наверное, тоже необходимо предусмотреть некое место для выставки, для экспозиции Вот в таком классическом Нет, конечно То есть небольшие объекты, которые можно подвергать консервации с целью, чтобы они хранились в воздушной среде Конечно же, они будут храниться в воздушной среде Сергей, какие небольшие объекты, если вы бутылки вина бьете о борт корабля? Ну, это традиция, я ничего не мог поделать Наверное, есть что-то, что не бьется о борт корабля На самом деле, если шутки в сторону, то как раз личные вещи, да, какие-то пушки, какие-то небольшие сравнительные конструкции Они все могут быть законсервированы и демонстрироваться на воздухе, и они так и будут делать То есть это не то, что только то, что под водой, и вокруг вообще ничего, голые стены Это как минимум неправильно Еще один вопрос, прежде чем мы снова уйдем на очередной выпуск новостей Мне всегда восхищала смелость, вот именно так скажу, смелость тех, кто погружается в воду Я понимаю, что на дне остались иногда целые, ну, не знаю, каюты, да, какие-то помещения Вам не страшно входить в них? Есть в этом какая-то загадочность? Как будто вы уходите куда-то в прошлое, как будто вот сейчас вы увидите что-то такое необычное Я бы вот просто испугался по-человечески Так наоборот, то, что вы сказали, это наоборот лучший стимул туда войти Как раз, да, некая загадочность, возможность заглянуть в прошлое, возможность открыть что-то доселе неизведанное Это как раз первейшие стимулы для того, чтобы этим заниматься Главное потом всем об этом рассказать Тем, кто не может и не имеет такой возможности зайти в эту каюту Загадочность еще показать, заглянуть еще важнее Мы еще с вами поговорим, у нас будет для этого время А сейчас посмотрим очередной выпуск новостей городских районов 26-я городская больница на улице Костюшко признана лучшей Врачи из московского района заняли первое место во всероссийском конкурсе специалистов, занимающихся проблемой инсульта Здесь не первый год внедряют новые подходы к старым проблемам С одним пациентом сообща работают неврологи, логопед, физиотерапевт и психолог Такая мультикоманда специалистов и была заявлена на конкурс «Время жить» от 26-й больницы Ей удалось одержать победу в Москве в самом сложном этапе, очном, где нужно было показать все свои знания Команда обошла 29 заявленных коллективов из 13 регионов страны Они сконцентрировались и они грамотно и очень-очень полновесно отвечали на поставленные вопросы А это отражает реальные базовые знания, которые уже применяются на практике Ежегодно через этот центр проходят больше трех тысяч больных инсультом В скором времени на базе 26-й больницы планируется открыть вторую операционную Что позволит принимать и вовремя оказывать помощь еще большему количеству больных Пока сюда привозят только тех, кто территориально находится ближе Жители Московского, Фрунзенского, Кировского, Красносельского, Петродворцового и Пушкинского районов Высокое искусство доставит петербуржцам прямо на дом В Выборгском районе прошел первый концерт музыкального проекта «Культура рядом» Это уже седьмая по счету акция Комитета по культуре, которая устраивает бесплатные летние концерты живой музыки в разных районах Петербурга Как отмечают руководители проекта, многие жители не могут позволить себе регулярные походы в театры или концертные залы Поэтому искусство ведущих музыкальных коллективов города доставляют прямо по месту жительства Очень робко собирались люди, для них это крайне непривычно Они, наверное, то ли ощущают подвох какой-то, то ли им кажется, что это должно быть платно обязательно Всего в этом сезоне пройдет 15 концертов в Приморском, Красногвардейском, Калининском, Невском и Петродворцовом районах Лучшие произведения классики исполнят фортепианный квинтет Большого симфонического оркестра Северо-Запада Хор Петербургские серенады и солисты Мариинского и Михайловского театров Столица парусного спорта поднимает вымпелы В Красносельском районе прошла яхтенная гонка на призы главы администрации Открытая парусная гонка на призы главы администрации Красносельского района Он же Кубок яхт-клуба «Балтиц» Самая большая парусная регата в России В этом году более сотни корпусов пересекли стартовую линию и отправились к своему первому ориентиру Популярность парусного спорта в городе возрастает И мы делаем все, яхт-клуб «Балтиец», чтобы эта популярность была максимальной в нашей стране Прошедшая гонка всего лишь первый этап традиционного кубка До закрытия навигации спортсменов ждут еще два состязания Итоги в яхт-клубе будут подводить осенью уже на берегу На сегодня это все новости А мы продолжаем разговор о подводной археологии Сергеем Фокином Сергей, вот смотрите, мы все помним, ну у нас есть такой бытовой, что называется, опыт Мы все помним, как поднимали Курск после трагедии, которая с ним случилась Было это довольно давно, я понимаю, что технологии двигаются вперед Но тем не менее, не настолько, чтобы сегодня что-то, наверное, сильно отличалось Вы работаете с чем, какими аппаратами, да? Как у вас это происходит в вашей подводной археологической специализации? Во-первых, у нас первый этап То есть любое подводное археологическое исследование делится базово на три этапа Первое, это обнаружение, второе, это исследование И третье, это уже непосредственно подводно-технические работы Да, то есть первый этап вообще производится, как правило, с поверхности Да, путем аппаратурных средств То есть это сонары, это многолучевые холоты Но вы даже все равно не просто так по морю катаетесь на кораблике А вы знаете приблизительно, где искать по документам? Нет, конечно, конечно, изучаются архивные данные Изучаются показания очевидцев Если они есть, да, если есть такая информация Изучается вся доступная информация После чего определяется район, да, предполагаемого нахождения объекта После чего уже аппаратурными средствами этот район внимательно обследуется Создается 3D-картинка дна, да И уже из этой 3D-картинки мы можем предположить, да, там Что те или иные неровности являются объектами Так а самая-то главная технология подъема Они у вас какие-то новые? Вы их уже разрабатываете? Нет, технологии подъема это на самом деле завершающий этап Это как-то, знаете, это то, что видно снаружи Поэтому все ими интересуются На самом деле как раз технологии исследования и обследования Ничуть не менее важные А зачастую гораздо более сложные Потому что судоподъем физически Это достаточно простой процесс Да, просто если смотреть алгоритм Подождите, тогда прямой вопрос вам Вы захотите в музей ту или иную находку Вы любую сможете поднять? Вы говорите, технически это простой процесс Возможно все Вопрос в стоимости, в целесообразности и в ресурсоемкости Все равно не совсем понимаю, какими аппаратами Как вы будете это поднимать? Вот технически и физически как? Нет, судоподъем Стандартная схема судоподъема, да За счет поплавков То есть объект присоединяется К таким, по типу поплавкам действительно В которые накачивается воздух И за счет того, что они легче воды Они начинают подниматься вверх И тянут за собой объект А не пугают то, что объект, в общем-то, деревянный Ему лет 300, как минимум Вот, как обычно Дьявол кроется в мелочах А именно, как прикрепить объект К этим пресловутым поплавкам Чтобы сам объект не повредился Два, как регулировать скорость всплытия Потому что если объект вылетит На поверхность От него тоже мало что останется Как это все контролировать Как аккуратно прицепить эти поплавки Вот, Витя, а вы говорите Просто поднять Вот сколько уже пальцев загнули Сам процесс простой Однако, вот детали Это то, где Все проблемы Все интересные технические решения И проявляются Но эти решения Это есть следствие Детального обследования объекта Потому что мы в первую очередь Должны понять, да, за какие части Мы можем закрепиться Какие части мы вообще не можем трогать Куда мы можем подвести, там, конец На что мы можем опереться И так далее То есть финальный аккорд В виде подъема объекта Это всего лишь Ну да, как Воплощение всех предыдущих Как такой некий катарсис Уже после всего произведения А вы ведете какие-то уже переговоры Говоря, задумываясь О будущем музее С теми предприятиями Которые будут вам поднимать Собственно Конечно У нас очень обширная Партнерская база И в плане исследований В плане обследований В плане обнажения Технологии наши Или как с Курском Зарубежные придется привлекать Технологии, понимаете В каждом случае Это очень индивидуально Здесь нельзя поставить Такие работы на поток То есть нельзя сказать Объект типа Б Используем набор номер 7 Это невозможно Каждый объект индивидуальный И поэтому К каждому объекту Технические решения Подбираются просто заново У нас есть партнеры Которые этим занимаются Профессионально Которые Каждый объект Исследуют И предлагают Варианты реализации Каждого процесса Я сейчас даже не говорю Про судоподъем Потому что опять же Судоподъем Это всего лишь Финальный аккорд Мы сейчас говорим Вообще про Даже первичное Обследование Мы стараемся По максимуму Пользоваться Конечно Нашими Наработками Где-то мы сейчас Приступаем Как раз К разработке Наших технологий В сфере Обследования В сфере исследования Где-то пока что Приходится Пользоваться Иностранными технологиями Но в таком поле деятельности Как подводные исследования Нет национального признака В штучной работе Я бы даже сказал Все-таки Не так много По миру Наверное Таких исследований Проходят Сергей, ну вот К сожалению Время нашей программы Заканчивается Давайте в конце Помечтаем немножко Вот самый оптимистичный Ваш прогноз Когда Все-таки Первую часть Какого-нибудь корабля Вы поднимете Наверх Нам нужен год Примерно Честно признаюсь Вот не хочу вас Вводить в какие-то Заблуждения Я, знаете Хотите размешать Бога Расскажите о своих планах Поэтому я лучше помолчу И мы будем лучше работать И мы все быстрее Попадем все-таки в музей Такой знаменитый корабль На котором Сталин Отправил в Англию В годы войны Несколько тонн золота И он затонул в Арктике Так вот он лежал 40 лет Прежде чем появились технологии Которые позволили его поднять Я на самом деле Надеюсь Что так долго в музее ждать не будем Тем более что И технологии подъема Этих судов Которые вы разыскиваете Они есть Они известны Существуют И дело на самом деле Не такое уж сложное Если смотреть глобальный И исторический масштаб Спасибо вам большое Я напомню Что сегодня Гостем программы Район и квартал Был Сергей Фокин Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова